В Чебоксарах уже второй год проводится акция «Стоп сугроб». В адрес организаторов проекта уже начали поступать первые жалобы. Их изучил и мой коллега Дмитрий Ковалев. На этой дороге по улице Пирогова после снегопадов образовалась глубокая колея. Легковым авто преодолеть эту преграду сложно. Машины часто застревают на въездах во дворы. Колеса буксуют в снежной каше. Не просто приходится и пешеходам. Тротуары здесь тоже замело снегом. Сейчас люди вынуждены делить проезжую часть вместе с автомобилями. В надежде исправить ситуацию, горожане пожаловались на работу коммунальщиков в администрацию города. За сутки в диспетчерскую службу Чебоксар в рамках проекта «Стоп сугроб» поступают десятки звонков и писем. Улица Щерцет, 34. Дорога не чистится. Площадка мусорного контейнера в снегу. Плохо убирать территорию Дорекс. Каждый раз отвезти ребенка по этим сугробам – катастрофа. Все обращения жителей города специалисты адресуют коммунальщикам. После уборки дворов от снега они должны составить свой фотоотчет о проделанной работе. Тех, кто откажется отреагировать на жалобу людей, в администрации Чебоксар обещают внести в черный список. Если нет никакой реакции, уже эти управляющие компании войдут в план проверок структурными подреждениями администрации города для их привлечения к установленной ответственности. Только с начала этого года организаторы проекта «Стоп. Сугроб» приняли более 70 жалоб. В администрации города говорят, что акция стала более популярна. Нужно сфотографировать эти сугробы и прислать на электронный адрес stopsugrob.gmail.com Обязательно с указанием адреса, места и времени, когда был сделан фотосинем. Потому что бывает фотографии к нам приходят, когда это было сфотографировано, какой адрес мы не можем понять. В Чебоксарской администрации отмечают, что обычно после жалоб коммунальщики не затягивают с уборкой. Очистить дворы многие стараются в тот же день. Медрик Коварев, Регина Кубайкина и Андрей Спиридонов. Республика.